Привет, мои хорошие! С вами снова я, Лера. На своем канале я рассказываю о жизни в Польше, городе Кракове, а также рассказываю о актуальных новостях Польши. Сегодня как раз такой выпуск, так что не забудьте подписаться и перед началом поставить лайк. Первая новость касается меня и моих изменений. Как вы можете заметить, сегодня я в очках. Это мой новый аксессуар и неотъемлемый в моей жизни. Все дело в том, что мой образ жизни предполагает определенные изменения в организме и определенные профессиональные заболевания. Одно из них это, например, хронические боли в спине, а второе проблемы со зрением. Я очень много времени провожу вот здесь, за компьютером, с телефоном, а зрение мое ухудшалось уже давно, но сейчас оно уже ухудшилось как-то до той степени, что мне намного комфортнее в очках. Напишите в комментариях, как мне идет, идут мои очки или нет. Мне вообще очень нравится, я просто в восторге того, как мне удалось подобрать классные очки, которые мне нравятся. Тема у нас сегодня одна горячая и другой, не знаю, как так получилось, поэтому я сейчас вам покажу Лютика, чтобы вы расслабились перед началом, поймали какой-то дзен при виде котика и тогда начнем. А вот и он, мой хороший, Лютик всем желает хорошего настроения и чтобы ни у кого сильно не горело от новостей, потому что они, правда, какие-то очень контроверсионные и неординарные. Думаю, нам будет о чем пообщаться в комментариях. В Варшаве полицейские силой вытащили молодую девушку, которая ехала в автобусе с собакой Хаски без намордника. У нас есть фотографии, у нас есть видео всего, как это происходило, выглядит все достаточно жутко. Все дело в том, что она ехала в автобусе, да, и у ее собаки не было намордника, это собака породы Хаски. Водитель это увидел, вызвал полицию. Полиция сначала с ней просто разговаривала, но запись начинается в момент, когда полиция уже начинает ее вытаскивать из автобуса в тот момент, когда она не соглашалась с обвинениями и пыталась там в телефоне найти какой-то кодекс карны, прочитать пункт, где вообще написано, что ей нельзя с этим, с этой собакой без намордника ехать. Что примечательно, все люди вокруг спокойно сидели, даже в конце, когда полицейские ее уже начали вытягивать, а она кричала, вы не можете так поступать, это неправильно и так далее. И люди, которые находились в автобусе, они вместо того, чтобы там, например, заступиться за девушку, говорили, да, нам всем надо ехать, давайте вы уже побыстрее выйдете и не будете сопротивляться. В общем, как-то так это происходило. А суть в том, что если бы эта девушка смотрела мои выпуски новостей, она бы знала, что весной уже появился закон о том, что нельзя ездить с собакой в общественном транспорте без намордника, она бы знала это правило. Но девушка это тоже руководствовалась правилами, теми, которые она знала. А все дело в том, что в автобусе, в регулярниуме, который там был, не было написано правила насчет перевозки собаки в наморднике. Все дело в том, что правила были не обновлены. И теперь предстоит разбирательство вообще, кто был прав и кто виноват, была ли права девушка, потому что в автобусе не были обновлены эти правила, так как в законе сказано, что они должны быть четкими, понятными, висеть на видном месте и должны быть, ну там все должно быть написано согласно закону. Но при этом есть другой закон, который говорит, что для того, чтобы человек что-то соблюдал какой-то закон, не обязательно его печатать на всех видных местах. Достаточно того, что он опубликован там, по-моему, в Вестнике, как-то так называется это издание, в Украине подобная система. Закон публикуется там и с этого момента он вступает в действие. Незнание закона не освобождает от ответственности. Я, наверное, соглашусь с этим. А что думаете вы? У девушки остались ссадины, синяки, на запястье. Она рассказывала, ну это уже понятно с ее слов, что они когда повалили на землю, они ее держали на земле, лицом в землю. Какая-то другая девушка держала собаку, пыталась напоить эту девушку. В общем, какая-то жуткая история. Что думаете насчет силы, которую полицейские применили к этой даме? Могли ли они это делать или нет? Я как-то вот не могу определиться, потому что я точно знала, что такой закон есть. Я с самого начала, когда открыла это видео и новость, понимала, что она не права. Но все-таки, наверное, не заслуживала девушка такого отношения. Тем более, она вроде бы никого не оскорбляла. А водителям нужно быть крайне осторожными, потому что 11 августа дорожная полиция начала проверки, которые связаны с изменением законодательства, с вступлением в силу новых правил, о которых я рассказывала в предыдущих выпусках. Ну и теперь, чтобы проконтролировать, как эти правила соблюдаются, они будут проводить проверки. Интересно, что в статье, в которой я это прочитала, прям вот формулировка такая, что в результате этой проверки водители смогут проверить, соблюдают ли они правила дорожного движения. Сразу после того, как они проедут мимо поста с полицейскими. Судя по всему, такая практика распространена в Польше, когда вводятся новые правила, и потом полиция начинает контролировать их жестко, чтобы все, кто нарушает, получил штраф и точно запомнили, что нарушать тут нельзя. У нас была такая ситуация с велосипедами, мы ехали на определенном участке в городе Кракове, там изменились правила, и полиция специально стояла, чтобы штрафовать тех велосипедистов, которые не увидели знак и поехали по привычной дороге. Все государства и Польша, не исключение, все больше и больше завязывают этот узел на шее людей, которые не хотят делать уколы. И понятное дело, что люди, которые не хотят этого делать, они пытаются сопротивляться, противостоять государству, и доходят уже до того, что они дают сообщение о ложном минировании зданий. Так произошло в мальтийских банях в Познане, они получили электронное письмо, содержание письма нам не рассказали, не опубликовали его, но сказали, что это связано с антипрививочниками, ну то есть это сделали люди антипрививочники, прислали сообщение о минировании, им, понятно, теперь грозит очень серьезная ответственность, всех людей эвакуировали, которые там находили, чтобы провести проверку, ну как бы стандартная процедура, люди, конечно, на улице стояли в этих обернутых полотенцах, конечно, все это очень забавно выглядит, и СМИ предполагают, что вот это сообщение о минировании именно этого здания связано с тем, что они ввели какую-то новую систему пропуска в очереди, то есть сделали, судя по всему, две разные очереди для тех людей, у которых есть укол, и для тех людей, у которых нет. И люди, те, у которых нет, им приходилось стоять в более длинных очередях, что-то типа того, и они возмутились вот таким вот образом. Но я вам, дорогие зрители, хочу напомнить, что за минирование, за ложное сообщение о минировании здания предусмотрена серьезная ответственность, не только в Польше, во всех странах, поэтому к таким методам я бы совсем не посоветовала прибегать. Тем временем укол в Польше получили уже более 18 миллионов человек. Это очень много, на графике мы видим, что заболеваемость пока не увеличивается, нам, понятное дело, правительство все грозит ввести новые-новые ограничения, но по последним сообщениям, скорее всего, ограничения будут только в тех регионах, в которых больше всего будет заболеваемость, а больше всего заболеваемость будет там, где меньше всего людей, которые сделали укол. Все логично. Адам Недвельский, министр здравоохранения Польши, сказал, что наиболее подвержены риску такие регионы Польши, как воеводство Подляска, Люблинская, Подкарпатская, а также Уполя. Возможно, те люди, у которых нет укола, они не смогут заходить в определенные места, должны будут предъявлять паспорт ковидный, которого все боятся. Ну, в общем, возможно, будет все как-то так. Опять же, показываю вам карту уколотых по гминам. Можно легко увидеть, что в восточной части Польши все подсвечено красненьким, это значит, что там менее всего процент уколотых людей, а в центральной и западной части Польши все как бы более голубенькое. И особенно синие места, это крупные города Варшавы, Краков, Познань, Вроцлав. В этих городах люди как бы тоже достаточно активно получают укол. Я уже раньше рассказывала и показывала, что забавен вообще тот факт, что вот этот вот карту эту людей, которые сделали уколы, можно накладывать на разные другие карты, например, карту Росберу Польши, да, когда она была поделена между разными государствами, и граница будет более-менее сходиться. То есть те части, которые были в Российской империи, они сейчас почему-то не хотят делать укол, а другие части более этому подвержены. То же самое происходит, мы можем наблюдать такую же тенденцию, например, на президентских выборах. За ПИС голосовали те регионы, которые сейчас не хотят делать укол, а за Ческавскегу те, которые очень даже хотят. Такая же тенденция наблюдалась в мае, а, например, когда проходил референдум за вступление в Евросоюз, точно так же именно восточные части и центральная Польша, не очень хотели в него вступать, но наиболее активно голосовали за как раз западная часть Польши. По-моему, это очень-очень интересно, вообще такая головоломка мысленная, почему вообще так происходит. Если у вас есть идеи, пишите в комментариях. Не успели все чувствительные люди отойти от того, что уколы теперь будут делать в костелах, как появилось новое объявление, что уколы будут делать и в польских школах. Правительство представило определенную программу, в рамках которой сначала, когда дети придут в школы с 1 сентября, им расскажут, будут показывать определенные материалы, проводить такую пропаганду и просветительскую деятельность, почему уколы нужно делать, почему это полезно и так далее. Потом у них будет возможность сделать это прямо в здании школы, либо школы будут организовывать детей и увозить в какие-то специализированные места. Понятное дело, по разрешению родителей до 18 лет без разрешения родителей этого нельзя сделать. Однако, может быть такая ситуация, что ребенок хочет, ему уже больше 16 лет, но еще нет 18, а родитель против и такие случаи будут рассматриваться отдельно, но правительство надеется, что таких сложностей не произойдет. Я это видео снимаю в субботу 14 августа. Чем я это говорю? Потому что сегодня в Кракове будет проходить парад равенства, марш равенства. Ну или по-другому ЛГБТ-парад или гей-парад. Ну так обычно выражается пропаганда, которая говорит, что в Европе там все просто ужасными вещами занимаются. Я туда пойду и немножечко поснимаю, как вообще это все происходит, потому что вокруг этих событий много всегда пропаганды, особенно в русскоязычном мире, в русскоязычных медиа. А мне вообще очень интересно посмотреть, как это происходит. Забавный факт, что Польша считается же очень гомофобной страной, очень консервативной, но при этом, например, вот этот вот марш, который происходит сегодня, мэр Кракова, такой вот пожилой дядечка приятный, он его взял как бы под свою опеку и одобрил. Поэтому в Польше все не так уж и однозначно. Одновременно с этим в польский сейм вносятся законопроекты и предложения о том, чтобы запретить гей-парады, запретить такие марши равенства, потому что это ненормально, и нарушает вообще все семейные ценности, которые так отстаивают польские консерваторы. Но пока что они разрешены, и лично я считаю, что они должны быть разрешены, люди должны иметь право высказывать свое личное мнение, выходить на улицы, неважно, согласны вы с этим или нет, запрещать другим людям делать что-то мирное, что-то, что не вредит другим, это ненормально. А я уверена в том, что ориентация это не что-то, что мы, ну как бы, это не то, что изменно, это не то, что ты можешь посмотреть, как живут другие люди и с кем они занимаются сексом, и подумать, «Хм, а может быть я тоже ненатурал, а может быть нет?» Я думаю, что это так не работает. Поэтому такие демонстрации, по моему мнению, абсолютно безопасны для окружающих людей, а значит их и запрещать не надо. А что думаете вы по этому поводу? И все настолько неоднозначно, что, например, в Быдгоще обручились гинеколог и хирург. В Польше нельзя заключать однополые браки, очень хотят, конечно же, либералы, чтобы однополые браки были разрешены, но не те браки, которые заключаются в костеле, в церкви, у священника, а просто гражданские союзы. Ну, то, к чему мы с вами, русскоязычные люди, больше привыкли, когда ты приходишь в ЗАГС и ставишь печать, что вы теперь муж и жена. Почему это важно для людей, для таких пар однополых? Потому что такие браки, они дают определенные юридические возможности. Например, получать наследство, не знаю, приходить в больницу к вашему партнеру, мужу, жене, и которые там находятся в каком-то состоянии. Делить имущество, вести совместный там бизнес. Ну, в общем, разные другие вещи. Юридически им бы это было полезно, но, к сожалению, в Польше пока такой возможности нет. А пара врачей расписалась в Эдинбурге, и в Польше они всего лишь провели торжество в кругу, семьи, друзей, все как у людей обычных. Фотографию целующихся молодоженов я увидела на странице одной девушки, которая живет в Польше, с подпиской, что это какой-то ужас, как так можно. И, если честно, мне это кажется немного странным. Одно дело не разделять какие-то вещи, а другое дело на фотографию счастливых, двух счастливых людей, которые любят друг друга, писать, что это фу, гадость. По-моему, нет ничего прекраснее, когда люди счастливы и любят кого-то. Это же прекрасно. Фу, гадость надо писать на тех полицейских, которые девушку силой вытаскивали из автобуса. Вот это действительно фу, гадость. А что думаете вы по этому поводу? Оставляйте обязательно комментарии, я абсолютно все читаю, очень часто отвечаю. Очень рада вашей активности. Лайки, комментарии, это все помогает мне не отчаиваться, моему каналу расти, а меня мотивирует снимать и записывать видео дальше. Кстати, вышло на днях видео о Новой Хути, очень прекрасные, хорошие получились. Если вы еще не смотрели, обязательно переходите. Это коммунистический район Кракова, который очень напоминает наши родные города советские, но все-таки он немного другой, я уверена, всем будет интересно. Спасибо, что посмотрели это видео, остаетесь моими верными подписчиками. И пока, до нового выпуска!